Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов. Делегация из Калмыкии примет участие во втором съезде движения первых. Масштабное мероприятие пройдет на международной выставке форуме «Россия». Для участников запланирована обширная программа, будут подведены итоги работы за 2023 год, а также многие поделятся своим опытом и представят проекты. Более 3000 участников из 89 регионов нашей страны. Также, конечно же, это Федеральный совет первых, это ученический совет. Нашу республику здесь представляет Элара Китляева, ученица 17-й школы города Элисты. Она уже находится там, в Москве, они сейчас готовятся к заседанию съезда, и будет она участвовать в выборах на должность председателя Федерального совета. Всего 27 регионов принимают участие, в том числе и Республика Калмыкия. Элара нас представляет. Всего в съезде примут участие порядка 7 тысяч человек. Это советники по воспитанию, наставники, педагоги, директора и учащийся школ, а также представители молодежных движений. Напомню, движение первых было создано в 2022 году при поддержке президента страны Владимира Путина. Глава государства поручила создать центры на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. Накануне с активистами движения в ходе видеоконференции встретились их наставники. Хочется поблагодарить ребят за то, что они уделяют не только внимание образовательному процессу, но и из общественной жизни, социальной жизни, что помогают населению, помогают нашим бойцам, помогают вообще в принципе всем одноклассникам и своим школьникам. Поэтому вам только, наверное, белые дороги, чтобы вы хорошо доехали. Обязательно знакомьтесь, потому что опыт других регионов тоже нужно принимать. В Калмыкии прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В Русском театре драмы и комедии представили спектакль по пьесе Евгения Шварца «Одна ночь» в постановке народной артистки Калмыкии Елены Хаптахановой. Знать историю и помнить подвиг мужественно сражавшихся советских солдат и тех, кто выставил в голодное время, будет полезна к просмотру подрастающему поколению, считает постановщик. История спектакля рассказывает о суровых буднях людей, оказавшихся во время войны в блокадном Ленинграде. Мать переходит линию фронта и попадает в объятый войной город на Неве, где пытается разыскать своего сына. У нее есть на это одна ночь. Тишина полная, тишина полная на этом спектакле. Девочки выходят со слезами на глазах, и это дает такую надежду, что у нас такая хорошая молодежь, подрастает хорошее поколение. Пьеса Евгения Шварца была написана в 1943 году, еще до того, как была снята блокада. И, конечно, пронизана надеждой и верой, стойкостью простых людей, простых защитников блокадного Ленинграда. Дорого то, что наши актеры молодые, просто с полной душой, со всем своим сердцем, со всеми своими переживаниями, просто вот очень достойно и честно играют свои роли, причем мотивировать их не пришлось. И вот этим я даже немножко горжусь, тем, что у нас вот такие актеры. Калмыкия присоединилась ко всероссийской акции памяти подвига жителей блокадного Ленинграда. В рамках патриотической акции «Суточную норму. 125 граммов хлеба и информационные материалы» волонтеры раздали горожанам. Начавшаяся в 1941 году 872-дневная блокада была прорвана 27 января 1944 года. Именно тогда жители Ленинграда, военнослужащие, освобождавшие город на Неве, не сдались. Выстояли и показали всему миру пример мужества и стойкости, навсегда вписав свои имена в историю. Чтобы дети наши и внуки наши знали. Как говорят же, отдавали, матеря отдавали своим детям, детям старшие отдавали своим младшим детям. Спасли, конечно, но это было страшное время. Хлебом это трудно назвать, если это правду пишут. Я бы такой хлеб, в принципе, есть не стал в современное время. А так, думаю, да, это было хорошим подспорьем для людей. Потому что, с учетом того, что это было фактически еда на целый день у человека, то деваться им было просто некуда. Сегодня мы должны помнить эти трагические события? Естественно, потому что человек, который забывает свою историю, он обречен на повтор. И не дай бог нам попробовать такой хлеб в реальности. Патриотическая акция прошла и в районах республики. Об этом рассказали организаторы. Главная цель – бережно хранить память о подвиге каждого жителя нашей страны и передавать ее следующим поколениям. 18 января был дан старт по всей России разным активностям, начиная с уроков мужества в школах, с часа памяти. Сегодня возложение у нас в некоторых районах проходит. Ну и, наверное, такая основная точка, основная акция – это блокадный хлеб. Многим людям приходится говорить, что сегодня такой-то день, что сегодня такая-то дата памятная у нас в России. Это информирование, чтобы люди знали и передавали дальше к своей семье. По иску прокурора Листы суд заскал с регионального Минздрава денежные средства за приобретенные лекарственные препараты. Проверка установлена, что в связи с нарушением сроков предоставления необходимых лекарств, заявитель вынужден был самостоятельно приобретать за свой счет жизненно необходимый препарат, который показан ему по рецепту врача бесплатно. По результатам рассмотрения обращения прокурор города предъявил иск Министерства здравоохранения Республики о взыскании за средства республиканского бюджета 10 тысяч рублей, затраченных на самостоятельное приобретение лекарства. Решением Элистинского городского суда с регионального Министерства здравоохранения взысканы затраченные на покупку лекарств средства. А теперь кооперативные сводки региональной госавтоинспекции. За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 8 человек получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержанное отстранено от управления 22 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенные права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации на территории республики, сотрудниками госавтоинспекции вынесено 8048 постановлений об административных правонарушениях. Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан» представил концерт «Верность призванию», посвященный 70-летнему юбилею заслуженного артиста России Валерию Ирнееву. Валерий Борисович является одним из ярких представителей профессионального хореографического искусства Калмыкии, славным продолжателем известной династии танцоров. В ходе выступления мэтра танциального искусства республики был отмечен наградой «Почетный гражданин Республики Калмыкия за особые заслуги в сохранении и развитии национального искусства и многолетнюю плодотворную работу». Отмечу, что Ирнеев – автор работ Таргудайби, Ишкимдык, Зайсенги, Рюссар и многие другие. Всю свою жизнь Валерий Ирнеев посвятил калмыцкой культуре и искусству. 50 лет творческого пути были отданы родному коллективу прославленного ансамбля «Тюльпан». За это время он представил более 40 постановок своему зрителю. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке evip.ru, на сайте klomtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»